Привет, с вами Лана и Катя. И вы смотрите обзоры новинок техники от компании Allo. Сегодня мы с вами в компании одного из интереснейших представителей Samsung Galaxy. 7-дюймового Galaxy Tab 3 SMT211. И этот обзор понравится тем, кто не любит покупать телефоны с большим экраном, а ходит с аккуратным гаджетом, ну а для более серьезных целей использует планшет. Встречают у нас, как известно, по одежке. А вот Galaxy Tab 3 донашивает свою одежку за старшими братьями из линейки Samsung в Galaxy. Внешне планшет напоминает Galaxy Note 8.0. Разница лишь в размерах. Девайс миниатюрный и компактный, поэтому работать с ним комфортно даже одной рукой. В случае не с огромным дисплеем это достаточно убедительный аргумент. Корпус выполнен из такого любимого инженерами Samsung глянцевого белого пластика. А если бы они выпускали машины, то, наверное, из пластика. Да причем глянцевого. Galaxy Tab 3 также представлен в варианте расцветки панели Gold Brown. Вокруг лицевой поверхности проходит тонкая и едва заметная рамка, которая выполнена из серебристого пластика и плавно перетекает в боковины корпуса. Задняя часть защищена несъемной глянцевой панелью. Справа находится кнопка регулировки громкости и клавиша блокировки. Слева слот для карты памяти microSD и слот для сим-карты. На верхнем торце расположен 3,5 мм выход для наушников, а внизу разъем microUSB и два динамика. На лицевой поверхности находится датчик освещения и фронтальная камера. Снизу основная механическая клавиша и две сенсорные. Недостатка в сборке нет. Samsung, как всегда, делает свою технику на совесть. Планшет имеет 7-дюймовый TFT-дисплей с разрешением 1024 на 600 пикселей и поддерживает 10 одновременных нажатий. Хотя сложно представить жест, который требует сразу 10 нажатий, но, наверное, это все-таки важно. Цветопередача на уровне. Картинка выглядит натурально и естественно. А при солнечном свете можно вполне читать планшета. В планшете установлена основная 3-мегапиксельная камера с фиксированным фокусом, а также фронтальная камера с разрешением 1,3 мегапикселя для видеозвонков. Присутствует несколько режимов съемки, но все равно снимки выходят достаточно посредственными. Но все-таки не забывайте, что это планшет и у него совсем другие задачи. Мультимедиа возможности планшета на уровне поддерживает множество форматов аудио и видео в HD разрешении. Качество звука на хорошем уровне. Можно слушать музыку и не слышать дефектов. Планшет работает на базе операционной системы Android Jelly Bean 4.1 и установленная поверх фирменной оболочкой Nature UX. Несколько рабочих столов и плавное переключение между ними могут комфортно работать с устройством. А дополнительного удобства прибавит голосовой помощник S-Voice, который будет понимать ваши команды. Правда, Samsung не несет ответственности за его работу, если вы возвращаетесь ночью с клуба и пытаетесь с ним поговорить. Также приятным бонусом будет возможность бесплатного хранения 50 гигабайт ваших файлов в онлайн-хранилище Dropbox в течение двух лет. Планшет имеет встроенный двухъядерный 1,2 ГГц процессор, а также имеет 1 ГБ оперативной памяти. Кроме того, 8 ГБ встроенной памяти, которую можно с легкостью расширить с помощью карты microSD аж до 32 ГБ. Аппарат поддерживает Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth, систему навигации GPS и GLONASS. А также технологию DLNA, помогающую связать ваш планшет с другими домашними устройствами. Емкость аккумулятора 4000 мАч, чего хватает для длительной работы аппарата. Благодаря встроенному 3G-модулю вы можете не только лазить в интернете сколько угодно, но и совершать звонки. Samsung вновь нас порадовал. Небольшой, но с достаточной производительностью для комфортного использования. Он обладает неоспоримым преимуществом, его очень удобно держать в руке. В карман, конечно, его не положишь, но он всегда может быть под рукой. И хоть Samsung по-прежнему не удивляет в дизайне, он не только будет вашим верным помощником, но и украшением. С вами была Лана, Катя и 7-дюймовый Galaxy Tab 3. И сеть магазинов Allo. Пока!